всех приветствую уважаемые мои подписчики и случайные зрители этого канала сегодня у нас получается по моему 12 марта как сейчас я выйду извините пожалуйста тут меня поджали уазики volkswagen а настройки тпс и немного подкорректируем turbo корректор просто немножко залезем мембрану повернем ее нулем к радиатору и все больше никакие клапана трогать не будем ничего делать не будем взял с собой мультитестер для того чтобы правильно выставить напряжение сейчас у меня напряжение стоит на тпс и около по моему 909 вольт но меня это не устраивает сделаем немножко поменьше и посмотрим на результат эти два дня вот как получается на начались выходные вот сегодня 12 число погода просто найдет погода просто изумительная вообще обалденная получается вчера было плюс 6 днем все дает везде лед сегодня обещают тоже плюс 5 погода будет очень хорошая поэтому выбрал время для того чтобы немножко поковыряться с автомобилем хотя сейчас только 10 часов утра все это я делаю на улице гаража у меня нет многие наверное это знают поэтому ковыряясь на улице и в такую погоду просто благодать поковыряться теплым весенним солнышком еще необходимо выявить почему у меня при возвращении руля после поворота руль не возвращается в нулевое положение и немного отклоняется если ты поворачивал влево он остается в левом положении градусов 20 если поворачивал вправо вправо где-то градусов наверно 10 я так подозреваю что у меня скорее всего поизносилась упорная резинка сальный блок так называемый на самой рейке упорный саленблок в принципе я за последнюю неделю перетрес ну не я конечно слесаря отдавал мне перепрессовали саленблоки передних рычагов саленблоки задних рычагов я делал вчера сам откручивал сам ходил на перепрессовку ребята за рубль перепрессовали и получается поменял задние амортизаторы за все время эксплуатации машины то что она у меня 8 лет я ни разу эти детали не менял и машина сейчас ведет себя на дороге просто изумительно просто потрясающе я удивлен тому что действительно машина может на дороге стоять как вкопанная здесь у нас такая большая стояночка вот на ней я сегодня и буду вот прямо на солнышко еще помните я упоминал о том что у меня хандрит датчик тахометра да фактически снял датчик тахометра который штатно стоял с этим двигателем я свое время его пять лет назад заказывал с хабаровска ставил себе новый двигатель контрактный и он действительно оказался неисправен поставил свой старый датчик тахометра который сейчас черти где найдешь можно конечно делать холхоз отдать токарю тебе вытащат проставку под жигулевский датчик тахометра это я тоже сделал но сейчас у меня проблем с тахометром нет тахометр не пляшет все таки скорее всего я так думаю процентов 99 это был неисправный датчик тахометра так сейчас идем на улицу залазим под капот на улице солнышко тепло хорошо будем производить манипуляции с тпс а кто не знает что такое тпс откройте google прочитайте это называемый переменный резистор для нашего автомобиля и наше кпп имеет очень большое значение его параметры все вылазим открываем прекрасная погода изумительно изумительно открываем капот машина очень сильно грязная потому что все тает все плывет небольшой ликбез итак для того чтобы настроить тпс необходимо иметь мультиметр включить зажигание и найти на тпс провод синий и желтой полосой вот этот вот вот он это у нас сигнальный провод минус подключить к минусу с мультика прокалываем этот провод смотрим на мультиметр видите показания 116 это сейчас у меня на тпс стоит 116 но он ранее снимался поэтому такие показания сейчас поставим самое крайнее правое положение вот он у меня этот провод я буду подцепляться к этому прокалываю это одно и то же минимальные показания 039 максимальные показания 167 68 у всех могут быть разные показания вообще абсолютно если трогать вот эту таблетку вот 039 065 а сейчас при вот педаль полностью отжата вот сейчас будем педаль газа нажимать видите плавненько поднимается напряжение напряжение поднимается поднимается до максимально до 3 50 до 3 с половиной мануале написано по моему 42 должно быть вот сейчас ловим напряжение которое должно быть как бы 4 и 2 но для каждой коробки индивидуально тут минимально максимальная вот сейчас смотрите 068 38 085 4 3 ставим 08 074 нажимаем педальку газа вот ну почти 4 вольта так ловим 08 поймали 08 нажимаем вот 4 на этом пока закончим настройку повторяюсь у всех разные настройки разные кпп и разные отклики педали газа на переключение при настройке тпс поставим поменьше сделаем ну например дайте еще меньше дайте 06 начнем с 06 вот посмотрим сколько на скольки остановились 063 вот пока эти данные оставим 063 и посмотрим как реагирует на педаль газа автомобиль и как переключается насколько правильно насколько приемлемо именно под вашу манеру езды вот 063 все элементарно и просто и так повторяю алгоритм мультиметр минусовой провод подключаю к минусу уверенному минусу тому которому вы очень прям доверяете минусу плюсовой плюсовую клемму нужно подключить на желтый на синий с желтой полосой и при включенном зажигании желательно чтобы двигатель был теплый насколько мне известно желательно теплый чтобы был не знаю почему я делаю так чтобы он был немножко прогретый откручиваем вот эти два болта законтрагаянные которые тпс и тпс-ку начинаем вращать вправо или влево здесь будет изменяться напряжение останавливайтесь на том напряжении которое вам удобно которое вам комфортно эмпирическим путем изучаете это дело смотрите ездите не нравится добавляете убавляете нравится оставляете манипуляция элементарная всем наверняка будет ясно и понятно как это делать все очень просто все сейчас сворачиваемся и будем обкатывать на этом пока видео завершая сейчас все верну в исходное все прикручу все захомутаем и поедем покатаемся то как будем кататься проеду километров десять посмотрим пойдет не пойдет правильно неправильно я настроил хорошо не хорошо определимся по ходу движения заводим автомобиль пробуем наши корректировки которые мы провезли машина нагрета до 40 градусов двигатель поехали двигаемся извиняюсь что может трястись камера потому что немножко здесь трясет очень много льда как вы видите аккуратненько выезжаем на дорогу никуда не спеша изумительная погода просто изумительно прям тут потоп просто на дороге потоп сейчас где-то на солнышке наверно ну плюс шесть плюс семь все тает очень сильно так выезжаем на дорогу всех пропускаем кто едет нажимаем на педальку так переключились едем дальше переключились хорошо нужно одеть очки надо заехать на мойку на мойку не знаю стоит не стоит потому что ну лужи 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 кругом лужи когда это все растает тогда наверное надо будет так переключается хорошо пока все нравится ну дорога как вы видите сами не очень хорошая потому что это все таки не трасса а так вот дворовая территория но нравится ребят нравится как работает мой автомобиль после того как мне сделали капиталку конечно было очень много нюансов но видимо я ее сделал своевременно потому как сейчас не то чтобы белорусские номера дастер на белорусских номерах не то чтобы в два раза поднялись цены на запчасти они и в три и в четыре раза поднялись я например заказал себе числа наверное двадцать шестого когда эта вся заварушка началась в сайлинблоке на задние и нижние рычаги так вот до сих пор они идут потому что то у одного отказ поставщика то у другого а поехал просто в контору которая реально вот занимается запчастями сайлинблоками ВТР называется у нее целый склад в Питере я в пятницу просто подал заявку да мне пришел ответ да берите конечно семьсот рублей а один сайлинблок ну что пришлось ехать забирать те которые я хотел забрать по пятьсот теперь они уже стоят чуть ли не полторы тысячи вот а в ВТР я успел взять скажем так не то чтобы по старым ценам а по приемлемой в принципе цене за семьсот рублей сайлинблок слушайте ну я скажу так что машинка стала бодрее однозначно на низах стала бодрее еще коробка не прогрелась не включается блокировка гидротрансформатора но вот я чувствую что даже на педальку давить не надо вот просто машина едет обороты полторы две тысячи и машина так легонько набирает скорость хорошо приемлемо прям чувствуется что дозировано может быть это хорошо может быть плохо я настроил именно так именно под себя не стоит настраивать так же просто я показал как это делается ну на пальцах для того чтобы вам было понятно какие манипуляции можно производить но с этим вот реально нужно быть очень аккуратными потому что можно таких дел натворить что прям ну я не знаю может у вас расход увеличится там сразу на десятку поэтому нужно обязательно настроить поездить посмотреть опять настроить поездить посмотреть я просто хочу прогреть коробку вот сейчас по трассе прогоню хочу прогреть коробку и посмотреть как оно будет поворачиваем дорожники работают понятно отбойник делают так разгоняемся две пятьсот шестьдесят километров ну хорошо прекрасно мне нравится так все блокировочка включилась сбросила полторы тысячи едем едем замечательно восемьдесят тысяча девятьсот слышите как машинка просто стелется с новыми сайлинблоками с новыми задними амортизаторами кругом еще снег лежит хотя сегодня уже по моему не помню то ли двенадцатая то ли тринадцатая марта ничего еще не растаяло так температура двигателя восемьдесят пять едем все разворачиваемся никого нет никого нет так все сейчас поедем ну вот три с половиной переключились шестьдесят ну я на педальку не давлю полностью семьдесят восемьдесят все прекрасно хорошо мне пока нравится то что я сделал все едем в сторону дома полный бак бензина заправился если кто смотрел предыдущие ролики у меня на канале ролик про то как я на 8 марта заработал почти пять рублей за три часа вот они пять рублей в полном баке по секрету за тридцать рублей а не по пятьдесят пять покатаюсь эту недельку может быть сегодня еще съезжу в пару мест может быть на подводную охоту посмотрим как реально себя ведет автомобиль после тех манипуляций которые я сделал в принципе это кто что как они мы в в в Субтитры создавал DimaTorzok